Приветствую вас, давайте попробуем разобрать ваш вопрос, давайте попробуем ответить на него. Я в разводе и с ребенком 6,5 лет. Встречаюсь с мужчиной год в выходные и праздники вместе. Юлия, вы со своим мужем в разводе, это понятно, что вы в разводе с ним. Меня интересует здесь то, сколько вы в разводе временно. То есть, как долго вы были одна, именно вот по отношению к мужчинам твоим вообще. Потому что, если вы, например, были в одиночестве, ну, скажем так, в свободном плавании, да? Если вы были недостаточно долго, я имею в виду, что если вы сразу прыгнули, например, в отношение после развода со своим мужем, то это является довольно плохим признаком для вас, потому что это говорит о том, что вы не завершили должным образом отношения со своим мужем. И если вы не завершили отношения со своим мужем, то, возможно, как раз-таки у вас из-за этого проблемы. То есть, проблемы именно вот такого плана, что отношения не были завершены до конца, и, собственно, вы, не завершив их, двинулись в другие отношения, что повлекло за собой подобный такой вот негативный момент, подобное негативное проявление, да? Вот, значит, это первое. Что я вам хочу сказать, вот, исходя из того, что вы написали нам, да? Итак, дальше, вы пишете, что недавно мой мужчина сообщил мне, что я очень опекаю своего ребенка, и ему это не нравится. Ну, объективно, опять же, ваш мужчина, он может говорить все, что угодно по поводу вас и по поводу вашего ребенка. Просто потому, что это его право. Ну, и ваше право также к нему не прислушиваться, ваше право не обращать внимания на то, что, например, человек говорит, да? И ваше право воспитывать, значит, своего ребенка так, как вы считаете нужным, потому что, ну, вы его мамы, и где этот мужчина был, например, когда вы были одна, да, с ребенком, как бы его не было. То есть я полагаю, что здесь вот нужно проявлять твердость и, с одной стороны, не обижаться на своего мужчину, что он так сказал, ну, потому что это его право так говорить, да? Это его, в общем-то, его желание, и в этом желании никто не может его ограничить, чтобы было бы, это было бы неправильно и неверно. Ну, и вам, с своей стороны, нужно помнить за то, что именно вы, значит, своего ребенка ставили на ноги, именно вы своему ребенку даете будущее, даете ему жизнь, воспитываете его, ну, и так далее. То есть мужчина, который говорит такие вещи, он, в общем-то, человек с определенной, определенной ограниченной ответственностью, да? То есть вот он может вам, например, там, что-то сказать, да, допустим, по поводу вот ребенка, например. Ну, а дальше, что будет, что он сделает, ну, ничего, то есть он сам ребенка не воспитывает, он, у него опыта семейной жизни, как вот вы сами заметили, нет никакого. Вот, и он, значит, вам говорит, что вы истинно опекаете, значит, своего ребенка. Ну, объективно это означает, что он не хочет, чтобы вы ограничивали его свободу, объективно. Он не хочет, чтобы вы ограничивали его свободу, ну, просто потому, что она ему важна, он не готов своей свободой вернуть, а видя то, как вы общаетесь со своим ребенком, ну, он понимает, что, наверное, вы будете так же относиться и к нему, и вот это вот его очень не нравится, то, что вы можете так же относиться и к нему. Вот это его настораживать, и, собственно, по этой причине он вам это говорит. С другой стороны, с другой стороны. Нежелание мужчины, нежелание мужчины, например, жертвовать своей свободой ради, допустим, вас и ради семьи с вами, это опять же его право, и никто его в этом праве не может как-то вот ограничивать, да, это было бы неверно. Но, с другой стороны, с другой стороны, как вы сами относитесь к тому, что он вам сказал о том, что вы чрезмерно опекаете ребенка, как вам самое кажется, вы его действительно опекаете или нет? Как вы считаете, как вам кажется, вот что важно. Если вы считаете, что сына, то есть над чем подумать, если нет, то это ваше право. То есть здесь нужно исходить из того, что вы считаете важным для своего ребенка. Какие вы считаете важными для него моменты, какие ценности вы хотите донести до своего ребенка. Мне представляется, что это очень важный момент, потому что без него, без этих моментов, без этих аспектов, да, нельзя одноднажды сказать, как вы сами рассматриваете свою позицию по данной ситуации. Какой она вам кажется, ваша позиция. Значит, далее вы пишите, что недавно, очень давно, узнали о том, что ваш мужчина познакомится с женщинами, да, значит, с другими женщинами познакомится. Да, это, безусловно, неприятный факт, вот, но общение продолжать с ним, я думаю, стоит, потому что вам ничего плохого не сделано. Формально, как я понял, взаимными обязательствами вы обладаете по отношению друг к другу, ну и, соответственно, предъявлять требования к нему, мне кажется, здесь будет не серьезно. То есть, знакомство с женщинами может быть проявлением, например, того факта, что мужчина просто как-то вот развлекается, да, как-то проявляет себя пока в свободе и так далее. То есть, это ничего на самом деле еще не значит пока что. Хотя и, безусловно, является приводным звоночком уже, но вам просто стоит знать, что вот у мужчины есть такая особенность и, собственно, иметь ее в виду, но общение проливать пока мне не кажется правильным, потому что неизвестно, какое значение он придает тому, что знакомится с этими женщинами, да, то есть, как он к этому относится, считает ли он это чем-то плохим, например, или не считает он это чем-то плохим, да, то есть, это вот, на мой взгляд, нужно обязательно выяснять, потому что если действительно есть такой момент, что человек знакомится с другими женщинами для взирта, для общения и уделяет внимание им больше, а не вам, то, соответственно, это, безусловно, очень плохо. И такому мужчину, конечно же, нельзя рассматривать в качестве своего партнера, просто потому что ему нельзя доверять. Но если он знакомится с ними просто ради знакомства, то в этом еще ничего сразу нет, объективно. И с этим можно подумать, что делать. То есть, вам совершенно необязательно сразу, там, например, как-то включать агрессию, вам совершенно необязательно сразу включать требования, претензии, просто смотрите, наблюдайте, развестись, в принципе, успеете всегда. Какое может быть объяснение тому, что он знакомится с другими женщинами? Ну, это связано с тем, что он не до конца, возможно, скорее всего, не до конца доверяет вас. У него нет доверия вам. И он боится, что у него с вами ничего не получится. Да, вопрос, конечно, очень важный, на мой взгляд, о том, почему он так думает. С чем связана вот такая его позиция и интерпретация, да, то есть, почему он считает, что у него ничего не получится с вами, например. Что заставляет его так думать, это один, это, конечно, важный момент, на самом деле. Вот. Но, это, тем не менее, уже совсем другой вопрос. Вот этот вопрос, вопрос не связанный, как раз таки, с тем, чтобы объяснить то, что он делает. Второй и важный момент заключается в том, что человек может просто самоутверждаться. так, смотрится за, например, ваш счет, допустим, то есть, просто он это делает, просто потому, что, значит, ему нужны женщины для того, чтобы чувствовать себя, наконец, чтобы чувствовать себя уверенно, да. Он, значит, он старается обрести вот эту вот уверенность в себе, значит, это один из вариантов, а следующий вариант, это вариант такой, что мужчине просто не хватает чего-то с вами. То есть, он понимает, что вам сказать об этом он не может, вы ему, ну, или не дадите этого, того, что ему нужно, или, может быть, что-то еще, а вот, то есть, ну, разные могут быть ситуации. Но, тем не менее, он считает, что не может как-то к вам обращаться с этими своими желаниями. И другие женщины и другие женщины, носят просто, носят роль исполнителей его желаний, которые вот у него есть. Это, безусловно, не хорошо, но сделать с этим, опять же, мало что можно, потому что, если он хочет это делать, то он это будет делать, да. Ну, наконец, последний вариант, то, что ему просто скучно. Но, на самом деле, какие бы варианты, как бы это ни объяснить, нельзя было объяснить, Это, однозначно, говорит о том, что мужчина играет какую-то вот свою игру, да, и на него нельзя однозначно полагаться, на него нельзя однозначно операться при формировании, например, вашего отношения к нему. Потому что он молит вам, ну, молит вас оттолкнуть, предать и так далее. По общению с ним я поняла, что он не уверен в себе, своих детей нет и не был женат 29 лет. Ну, вот это вот, на самом деле, не очень понятно, зачем вы нам сказали, то есть, ну, по общению с ним вы поняли, что он не уверен в себе. Откуда вы можете знать это, что на это указывает, что он не уверен в себе и так далее. То есть, вот, ну, на самом деле, не очень понятно, откуда вы вот это вот взяли, что он не уверен в себе. Ну, если это так, если мы действительно не уверен в себе, то тогда можно говорить о том, что вы для него с большей долей вероятности вы являетесь той, кто может, кого он может использовать для того, чтобы самоутверждаться. И весь вопрос в том, хотите ли вы этого, весь вопрос в том, устраивает ли вас быть с мужчиной, который не очень-то в себе уверен. Вот это, я полагаю, решать нужно вам и только вам, мне кажется. Вот, на этом я, в принципе, думаю, можно закончить мой ответ. А вот, хочу только, чтобы вы еще раз как-то вот постарались сами для себя определить то, зачем вам этот мужчина. Для чего он вам вообще нужен. Может ли он дать вам то, чего вы хотите или нет. То есть, если, например, может, то это, безусловно, хорошо. Но старайтесь относиться к этому все-таки, знаете, как, реалистично, да, то есть, реально смотрите на эти вещи, чтобы вы себя не обманывали все-таки. Чтобы вам потом не было жалко времени своего. Потому что вот так вот мужчина, он ведет свою игру, вы вроде бы эту игру принимаете. Но вместе с этим вы ведь на что-то надеетесь, правильно. И если вы на что-то надеетесь, то в этом кроется большая проблема для вас. Как вот мне кажется, потому что вы рискуете очень сильно, вы рискуете нарваться на то, что человек просто вас будет использовать, он будет использовать вас. И в итоге, когда вы не будете ему нужны, больше всего он просто-напросто от вас уйдет. А вы, вы останетесь, вы останетесь одна. Вот. Ну, мне быть, обязательно этого не хотелось бы, чтобы так было. Поэтому я рекомендую вам вот как раз подумать об этом как следует. То есть, если вы хотите быть в обычных отношениях, то постарайтесь быть готовой к тому, что это ненадежный человек совершенный. И ему, этому человеку нельзя ни в коем случае доверять. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас какие-то дополнительные вопросы остались, я буду рад вам помочь. Мне больше не хотелось, чтобы вы им переживали, потому что мужчины, к сожалению, довольно часто используют женщин, вот как вы, то есть ребенков, женщины, которые, ну, женщины, которых ребенков, вот, мужчины используют такую женщину для своих каких-то вот целей, на мой взгляд, весьма-весьма коростных, и в итоге ничего хорошего из этого не происходит. Вот. Мне бы не хотелось, чтобы вы попали к такому мужчине, поэтому я пытаюсь вам вот как надо рассказать ситуацию. То есть, например, допустим, он знакомится с женщинами, да? Я уверен, что ему это будет неприятно, я уверен, что он скажет, вот, как вы так сможете, почему вы так поступаете и вообще, вот, ему будет неприятно. Ну, а вы ему, собственно, и скажете, скажете о том, что он, дорогой, что значит, тебе неприятно, что значит, как это вообще? Ты это делаешь, я делаю, ты делаешь, все нормально, все довольны сейчас. А что получается, тебе можно, а мне нет, получается какая-то дискриминация, да? Вот. Так что, общайтесь с ним. Продолжайте общение, но держите его на расстоянии и больше создавайте ситуацию для того, чтобы он может показать, насколько вы ему нужны. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова